Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня познакомлю вас с умным роботом-пылесосом панда Ива. Модель не только умная, но и красивая, а чтобы ее приобрести по выгодной цене, переходите по ссылкам в описании. Предлагаю вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Современный робот-пылесос с качественной слэм-навигацией, влажной уборкой и управлением со смартфона. Говорит по-русски и строит карту помещения, а мощность можно регулировать в трех режимах. Панда Ива выделяется дизайном среди других роботов. На лицевой панели под стеклом изображен 3D-орнамент, который добавляет шарма помощнику. Смотрится эффективно и стильно. В остальном корпус изготовлен из черного глянцевого пластика. Размеры 320 на 76 мм. Робот-низкий будет без труда проезжать под мебелью для уборки в труднодоступных местах. Бесщеточный мотор способен работать в трех режимах интенсивности. Доступный диапазон мощности составляет 1500-2150 паскаль. Регулируйте силу всасывания с пульта или мобильного приложения в зависимости от задач. Робот-пылесос оснащен съемным баком для жидкости объемом 180 мл. Рассчитан на влажную уборку небольших и средних помещений. Нет ничего лучше, чем провести влажную уборку после сухой, собрав осевшую пыль на тряпку из микрофибры. У вас есть домашние животные? Можно больше не беспокоиться за очистку щетки пылесоса от шерсти. В комплекте с роботом поставляется специальная кисть с безопасным лезвием, которая делает процесс очистки максимально простым. В комплекте робота-пылесоса вы найдете магнитную ленту, которая не позволяет роботу проходить в месте, где она установлена. К примеру, вы можете использовать ленту, чтобы оградить рассыпанный по полу детский конструктор или провода. Робот-пылесос полностью локализован для того, чтобы общение с техникой было буквально на одном языке. Благодаря усовершенствованной колесной базе робот-пылесос преодолевать порожки и забираться на ковры высотой до 1,8 см. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. С трудом забирается даже на невысокий ковер. Застревает в шторах даже на небольших задирах ковра. Во время влажной уборки при развороте и наезде на препятствия может потерять бак с водой. Не хранит карту квартиры после уборки ищет базу методом наугад. Находясь на базе, периодически ее же теряет. Нужно часто чистить. Громкость динамика не регулируется. По факту два режима всасывания. Теперь перейдем к положительным. Привлекательный дизайн. Высокая мощность всасывания. Легко очищать, мыть. Относительная долгая работа на одной зарядке. Удобное приложение. Простое подключение к Wi-Fi. Пылесосит на отлично. Базу находит даже если ее переместить. Как вам знакомство с такой моделью? Хотели бы приобрести? Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Расскажите ваши впечатления в комментариях и не забудьте поставить лайк. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале правильный выбор.